Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. Тема занятия – сущность и форма борьбы рабочих организаций, цели борьбы и тактика их достижения. Читает лекцию председатель секции скорой медицинской помощи Межрегионального профсоюза действия Григорий Вячеславович Бобинов. Пожалуйста. Здравствуйте. Значит, просят уже со всех концов рассказать о наших достижениях. Вот последние, как и наша победа, это ячейка профсоюза действия на скорой медицинской помощи, а именно водители, не медики, а именно водители добились… В Ленинграде. Здесь, в Ленинграде. Добились выплат за работу сверхставки в двойном размере за несколько лет, ну то есть за два года, ну за которые выдвигались требования, сейчас будет еще и больше, и получили выплаты от 200 до миллионов. То есть это сейчас, то есть городу пришлось выделить на дополнительные, на дополнительные вот эти вот выплаты, 1 миллиард 800 миллионов, чтобы рассчитаться с водителями по предписанию Государственной инспекции труда. Водители какие? Водители скорой помощи. Вот, об этом я расскажу, как мы этим добивались, ну и в принципе лекция будет как раз, ну весь рассказ будет как раз вестись к тому, как мы действуем по этому плану, то есть в принципе все, что я буду говорить, обсуждается здесь вот в этих стенах неоднократно, то есть здесь встречаются профсоюзники, и вот лучшее из того, что происходит в этих стенах, мы, естественно, берем на вооружение, применяем это. Ну и вот результат, не заставил себя долго ждать, получилось все сделать по большому счету в полгода. От момента создания первичной профсоюзной организации, вот именно в МедСанТрансАвто, вот в этой вот, которая снабжает все больницы и поликлиники, именно машин, санитарными машинами скорой помощи с водителями. Ну, начнем с того, просто с теоретического материала, ну буду подкреплять практическими примерами. И так заявлено громко, форма и сущность рабочих организаций, но это не только рабочих организаций, в принципе, и любых организаций, то есть именно от формы и от сущности, то есть мы видим чаще всего форму любой организации, которая ведет борьбу за свои права, но не видно сущности этой организации, а именно сущность эта и важна. То есть нужны именно те люди, которые будут что-то делать, и они должны встретиться и договориться о том, что они будут делать, как они будут взаимодействовать друг с другом, на каких принципах они будут работать, и в дальнейшем все равно, какая будет, в принципе, форма у этой организации. Они будут двигаться к плану и форму свою они могут менять. Ну, а сущность остается, в принципе, та же, ну, именно взаимодействие между этими людьми. Значит, допустим, встретились 5-7 человек, больше не надо, которые между собой договорились, что мы организуем, допустим, первичную профсоюзную организацию. Ну, мы просто организуем организацию, которая будет работать на таких-то принципах и будем достигать ту или иную цель. Одни говорят, надо создавать профсоюз, другие надо, говорят, создавать совет трудового коллектива, третьи говорят, надо создавать комитет, четвертые создавать какую-то профгруппу в более большом профсоюзе, чаще в НПРовском. Но, как показывает практика именно работы в профсоюзе действия, надо создавать все, что возможно на данный момент для того, чтобы укрепиться именно в организации и достигнуть цели. То есть, есть организация, цель – это чаще всего заключение коллективного соглашения, либо коллективного договора. Для этого организация и создается, ну, мало заключить коллективный договор, надо еще и контролировать выполнение этого коллективного договора. И вот здесь принципиальный момент, который выпускается, что я работаю и давно состою в профсоюзе действия. Это такой профсоюз, в котором он межрегиональный, в нем очень много ячеек. И когда смотришь на ту или иную ячейку, ты понимаешь, что вот она ячейка, да, там все есть, там есть правком, распределены какие-то должности. Но когда проникаешь в эту сущность, оказывается, что по сути это профсоюз одного человека. То есть, вот есть этот один человек, и он там куда-то ходит, где-то куда-то ездит на какие-то сборы, что-то продвигает, участвует в каких-то судах. А остальные все идут как прицепом, не работают, ничего не делают. И когда в этом профсоюзе этот человек заканчивается по тем или иным причинам, переходит на другую работу, либо говорит, все, мне надоело, почему я все один, то, соответственно, на этом организация и заканчивается. То есть, люди, когда начинают организовываться, они не понимают главное, что по большому счету любая организация, а именно профсоюз в сущности, это коммуна. И если организация собирается что-то делать, то они внутри должны быть коммунной, как боевое подразделение, которое в дальнейшем будет вести, естественно, борьбу. Еще раз повторюсь, когда идет собрание с коллективом, когда приходит, перед собой коллектив видит организованных людей, которые пришли, допустим, в моей медицинской организации, это главный врач, с кучей заместительными ночмедами, заместителем по экономическим, по юридическим вопросам и тому подобное. Они пришли организованно и они выступают в противовес всему коллективу, чаще всего неорганизованному. Ну и как бы мы по этому плану то же самое, если мы собираемся вести какую-то более-менее адекватную борьбу, соответственно, мы должны создавать уже заранее, понимать, что мы должны в принципе организовать такое подразделение, такую организацию создать, которая будет эффективно бороться за свои права, ну и противопоставляя, естественно, это своей администрации. То же самое касается и рабочих организаций, то есть они видят, что создавая рабочую организацию, они на тех же собраниях видят все то же самое, что и у меня, то есть это директор, это заместители по различным вопросам, юридическая служба сидит, экономическая служба, а также есть такие организации, наверное, заместители, либо целая там структура, это безопасность на том или ином предприятии. По большому счету эта безопасность выявляет быстро эти рабочие организации, этих активистов и ведет с ними борьбу и препятствует распространению тех или иных идей в коллективе, ну подразумевается это, что это вот борьба за безопасность предприятия, то есть это тоже надо учитывать. Ну так вот, организовавшись, люди должны понять, что они именно организация и на первом этапе просто договориться до того, ну вот просто по каким принципам они работают, причем и между собой взаимодействовать. То есть вот вы собрались пять человек, смотрите все друг другу в глаза и говорите, да, мы будем идти друг с другом до конца, то есть один за всех, все за одного, друг друга поддерживаем, если к работодателю, то все вместе и так далее. И эти принципы в дальнейшем распространяют на всю организацию, на всех тех, кто приходит в организацию, ну вступает, допустим, в Совет Рудового Коллектива, либо в профсоюз вступает, либо в комитет рабочий. И они говорят, мы действуем по таким принципам, если вас устраивают эти принципы, то да, вы наш, если нет, то ну как бы, да, но с ограничениями, то есть вы идете с нами в союзе, но как бы в свою организацию, если вы не принимаете эти принципы, мы не принимаем. Ну и в дальнейшем тактика должна быть следующей, после того, как люди собрались и договорились об этом, второй самый главный момент, это не вылететь из этой организации. То есть вы собрались, вы начали, допустим, вести какую-то пропаганду среди рабочих, и тут же на вас обратила служба безопасности внимание, ходите что-то там, говорите, может быть, вещи и важные, но вы нам тут такие организованные не нужны. И за два выговора, за несоблюдение каких-то должностных обязанностей вас вышибают с предприятия, потому что то, что вы говорите, это дополнительная финансовая нагрузка на предприятия, а мы боремся за увеличение средней нормы прибыли, а вы тут нам это все мешаете. Поэтому давайте-ка уйдите-ка с нашего предприятия, на этом вся борьба заканчивается. Поэтому, как только вы собрались, первое, что вы должны сделать, это найти все документы, которые вас касаются. На первом месте это свои должностные обязанности, то есть вы должны понимать, что как только вы начали вести хоть какую-то борьбу, сразу будет придирки по должностным обязанностям. Это не сделали, вовремя не пришли, или еще что-то такое. Два выговора, вы свободны с предприятия. Второе, это найти свой трудовой договор, потому что трудовые договоры бывают разные, это бывают срочные трудовые договоры, трудовые договоры на неопределенный срок. Может быть вообще без трудового договора, это вообще отдельный разговор, но вот именно вот эти два понятия принципиальные. То есть, если у вас срочный трудовой договор, и вы начали какую-то борьбу, на вас смотрят, допустим, вы в сентябре начали борьбу, а у вас трудовой договор срочный, а срок до конца года. Но вас потерпят 4-3 месяца, трудовой договор закончится, и вас выше будут просто не продлят следующие. Да, это нарушение на многих предприятиях, потому что эти срочные договоры иногда и по 10 лет бывают. То есть, это нарушение трудового законодательства, но вы об этом не знаете, для вас это норма жизни, но как только возникает борьба, вы как бы заканчиваетесь для этого предприятия. То есть, вас нет на этом предприятии, на этом предприятии борьба заканчивается, и всему коллективу делается прививка. Ну, понятно, в дальнейшем требование будет у вас такое, чтобы все эти срочно-трудовые договоры надо, чтобы перезаключили по закону, то есть сделали бессрочные, перейти на трудовые договоры на неопределенный срок. Третий документ, который надо взять, это коллективный договор, чаще всего он есть, но о нем мало кто знает, потому что вы можете какие-то требования написать, они уже есть, их остается только как бы выполнять, то есть контролировать и выполнять. Ну, иногда бывает такое положение по оплате труда, оно может быть отдельно, а может быть именно в самом коллективном договоре, то есть, ну, еще бы хорошо найти именно положение по оплате труда. Когда вы собираете эти все документы, изучаете свою должностную инструкцию, оказывается, вам много прощают, и вы много по этой должностной инструкции не выполняете. Раз не выполняете, значит, вас можно по этому поводу наказать. Изучаете и начинаете с момента, как только вы создали организацию, досконально выполнять эту должностную инструкцию. Чаще всего должностные инструкции, они одинаковые, выполнять их не очень сложно. По профсоюзу действия могу сказать следующее. У нас есть, естественно, юридическая служба в профсоюзе. Вот если не грубое нарушение трудового законодательства, трудового кодуса Российской Федерации, все остальное мы отбиваем в 99, наверное, процентах случаев. То есть, добросовестного сотрудника уволить невозможно. То есть, его, ну, по закону невозможно. Его можно, конечно, уволить незаконно, но при этом профсоюз действия гарантирует восстановление на работе. У нас в медицинской отрасли это даже, знаете, как не воспринимается каким-то ударом судьбы. Потому что, вот, если взять рядом Севоложск, может быть, слышали про зубных техников. Они уже сидят дома примерно три года. Эти три года им платят среднюю зарплату. И причем эта средняя зарплата до того, как был изменен уходченный трудовой договор для всего коллектива. И получается, что больше. Или вот эндоскопическое отделение было уволено в полном составе, сейчас восстановили. Там люди два года получали среднюю зарплату даже выше, чем работники работающие. Потому что, опять же, это было до изменения трудового договора. И они это все просто не подписывали. Поэтому, даже это увольнение надо воспринимать и, главное, информировать людей, что такое может быть. Но мы восстановимся на работе и будем так же работать. У нас в профсоюз действий основной момент, это всем все обязательно объясняют товарищи. Если вы меняетесь сменами или же сутки поменяли одно на второе, если раньше вам это все прощалось, ну, как бы, приди тогда-то, я тебе закрою то-то на словах, то сейчас надо оформлять обязательно бумаги. То есть, ты пишешь на главного врача бумагу, прошу поменять смены, выйду тогда-то, за меня выйдет кто-то, чтобы это было с визой. Если визы нету, то, как бы, начальство может использовать такой момент, ну, как бы, на словах «да», ну, где документ, неявка на работу, то есть, отсутствие на работе больше четырех часов, это грубое нарушение по правовому кодусу Российской Федерации, и человека можно подставить и уволить. То есть, основное это, ну, чтобы не вылететь с работы и чтобы мы отбили это все, это вовремя приходить, вовремя уходить и не употреблять сильнодействующие на работе. То есть, наркотики и алкоголь. Ну, и сами понимаете, кто употребляет наркотики и алкоголь, такие тоже в профсоюзе, именно в коммуне особо-то и не нужны, потому что они могут подставить в любой момент коллективу тоже такие товарищи, не товарищи. И вот, когда люди договорились, когда изучили свои должностные обязанности, изучили вообще все, на первом же собрании нужно оговорить цели, то есть, к чему мы должны двигаться. Ну, цель – это, естественно, заключение коллективного договора, но в коллективном договоре или коллективном соглашении есть свои, в каждом предприятии свои моменты, за которые коллектив борется. И таких моментов не очень много, буквально там 5-7 позиций, то есть, 5-7 требований, за которые коллектив станет просто горой и будет за них стоять. Вот. И здесь возникает вопрос, ну, очень принципиальный вопрос – это к началу каких-то действий, именно к началу какого-то подъема, подъема именно борьбы за свои права на том и ином предприятии, будет ли у вас этот коллективный договор, будет ли это выжимка из коллективного договора, из 5-7 требований. Вот это вот принципиальный вопрос, его надо отрабатывать и понимать сразу же, просто сразу с первого собрания. То есть, допустим, все, вы все сделали, и вот, ну, как бы все течет, течет, но на каждом предприятии всегда в год бывают два момента, на которые можно сыграть и развернуть свою борьбу уже на весь коллектив. Чаще всего это когда выплатили премию, никто не понимает, что это такое там годовая премия, мне больше, мне меньше, все остается под завесой непонятных решений, непонятных людей, либо при увольнении какого-то нужного сотрудника, души коллектива, от которого избавляются, то есть идет подъем, и вот в этот подъем надо воспользоваться, но при этом надо уже иметь, то есть надо иметь первое, это организацию, которая будет поднимать людей, да, и организовывать, и направлять. Второй момент, нужно объяснять, какие цели у этой организации, да, обычно. Оставьте нам какого-то работника, или же давайте посмотрим, что за премии. А человек, который подготовлен, он конкретно приходит и объясняет, что это не цели, что цели могут быть больше, и вот-вот посмотрите, вот есть коллективный договор, есть выжимка, и мы вам это все уже объясняли тогда-то и тогда-то, давайте вместе будем бороться организованно и конкретно за это. Поэтому, когда организация сформировалась и работает каким-то принципом, уже отработанные моменты, то есть, допустим, есть организация, уже распределены роли. Какие роли в организации обязательны? Ну, во-первых, председатель, понятно, его заместитель, дальше идет уполномоченный по охране труда, то есть, это люди должны постоянно быть в теме, уметь составлять на первом этапе хотя бы акт о каком-то происшествии, о каком-то недостатке, о каком-то нарушении техники безопасности. То есть, акты составляются очень просто, эти акты в дальнейшем, то есть, надо буквально три человека пишите акт о нарушении, то есть, о факте, банально о факте. Допустим, нету половины гаек на моем кране, там, башенном. Три человека подписываются, идете к бригадиру, говорите, вот мы акт составили, и здесь гаек не хватает, попросим расписаться в акте. Он говорит, я не буду расписываться, хорошо. Вот, пожалуйста, акт. В акте подписывается, что такой-то такой-то, отказался подписаться в акте, такое должностное лицо. И снова эти три росписи. Эти акты берут в судах по профсоюзу действия, очень сильно это все работает. То есть, мы, допустим, с теми же зуботехниками собираемся. То есть, суд решил, суд постановил организовать рабочее место, вернуть зуботехников на рабочее место. Они сидят в коридоре, никто чего им не представляет. Собираемся три человека, пишем акт, что нарушили. Ну, такие-то, такие-то, просто сидят в коридоре, рабочего места нет. С этим актом суд, суд принимает, очередной суд мы выигрываем. Люди также, как бы, борются за свои рабочие места, но при этом получают нормальную зарплату, которую хватает более-менее на жизнь. Банально по акту. В дальнейшем, если, допустим, рабочая организация ведет борьбу, то, соответственно, по любому акту можно принимать какое-то решение, и любой акт, неисправность того или иного рабочего места, то есть, правильно составленное, с уполномоченным по охране труда, может затянуть, допустим, процесс начала просто работы на том или ином заводе. То есть, пока неисправлено, работать не будем, да, так же положено. То есть, рабочие ничего не нарушают, при этом не начинается длительная процедура забастовки, но при этом предприятие стоит, и это вынуждает, как бы, работодателям идти на те или иные уступки, потому что, как бы, рабочие действуют все по инструкции, по своей должностной инструкции, и вот уже оформлен акт, и, как бы, подстрахованы со всех сторон. Соответственно, полномоченные по охране труда, и обязательно кто-то должен быть по... Ну, именно организовать какое-то свое СМИ, какую-то страничку в том же контакте, в WhatsApp и тому подобное, чтобы это распространять быстро, свою информацию. Ну, и так же надо иметь контакты с другими профсоюзными организациями, которые помогут в тот или иной трудный момент. Для чего это нужно? Допустим, когда вы работаете в какой-то организации, не хотите по всяким мелочам подставляться, ну, например, распространить какую-то листовку на проходной, для этого можно взять людей из соседней организации, соседнего завода, либо с каких-то дружественных объединений, попросить распространить листовку, им это будет несложно, но при этом вы не будете подставляться, то есть работа уже будет вестись, но при этом непонятно, кто это организовывает, а работа уже ведется. Ну, и в дальнейшем, когда у вас есть в каждом подразделении, в каждом цеху свой человек, который отличает именно за информацию, то есть достаточно сказать, что вот, надо распространить, то есть, ну, такое поручение, банальное поручение, надо распространить ту или иную информацию, раскидать ту или иную листовку, при этом не надо будет ходить одному человеку по всем подразделениям, просто там появляются люди, которые вовремя разложат ту или иную прокламацию, там, где люди там курят, едят, принимают пищу, собираются вместе, либо при начале каких-то активных действий, сразу же информация будет доводиться до всего предприятия. То есть, еще раз говорю, организация будет работать именно как организация по достижению конкретной цели. Ну, и понятно, что каждая организация работает по простым принципам, то есть обязательно проведение собраний один раз в месяц минимум, если начинается, ну, и там как бы демократия, все хорошо, если начинаются какие-то активные действия, то, соответственно, вот эта демократия немножко отодвигается в сторону, ну, и там уже чисто подчинение, потому что до всяких голосований уже не некогда, надо быстро решать, если голосуем, то уже совсем по принципиальным вопросам, ну, а какие-то мелкие вопросы должен просто на себя там актив какой-то взять и работать в режиме круглосуточном. Ну, а пока идет подготовка, соответственно, собрание один раз в месяц по понятной повестке, повестка за несколько дней до собрания. Лучше обсудить по повестке до собрания, чтобы это собрание не затягивать, и в дальнейшем, как бы, как проводится собрание. Да, председатель, секретарь, на каждый вопрос по сколько-то минут, и в дальнейшем это все быстро проходит. И основное это выполнение контроля за выполнением. Если нет контроля за выполнением, это уже не организация, непонятно что. То есть, если стоят сроки, надо отчитаться, и на следующее собрание уже готовится именно докладывать по тому, что договорились, и отчитывается по тому, что надо. Ну, сразу скажу, что обычно любая организация такая, именно, ну, в нашем профсоюзе, если организация перешагивает через два года и работает как организация, она в дальнейшем работает и дальше. Но большинство организаций разваливается до двух лет, поэтому вы когда договариваетесь, вы говорите, давайте вот, если будет какой-то конструктив, или все поддавайте, терпим два года, пытаемся, в общем, настройтесь на какой-то определенный промежуток. Обычно за два года у вас уже, если вы работаете по каким-то принципам и с понятными целями, уже что-то получается. Ну, и надо понимать такой вот принцип, который использовали и большевики, то есть принцип непостоянного наступления. То есть надо перед собой ставить достижимые задачи, и при этом понимать тактику наступления, отступления, сбора сил и снова наступления. То есть в постоянном наступлении тяжело существовать и вам, и коллективу. Ну, по большому счету это невозможно. Поэтому надо понимать, что по нашему профсоюзу основная активация вообще населения и работников это осенний и весенний период. Причем осенний период это с конца сентября до середины декабря. Дальше народ вообще не поднять и не расшатать, если только уж очень-очень что-то такое. Забористое произойдет на предприятии или в той или иной организации. И следующий период начинается после 8 марта, там через неделю, и заканчивается до где-то 28-30 апреля. Там начинаются майские праздники, огороды еще что-то такое, все уезжают куда-то и тоже опять же не поднять. То есть, если начинать какую-то именно работу, то именно вот в эти промежутки. То есть, в эти промежутки надо просветить народ, понимая, что премия будет где-то к середине, ну там, допустим, в конце декабря к этому народ уже должен быть подготовлен. И если у вас из года в год постоянно какие-то конфликты по поводу той же премии, то как бы у вас есть все карты на руках подвести народ к нормальным, ну именно, чтобы уже быть организованными, чтобы провести те или иные мероприятия. Но опять же, вот это вот наступление и собирание, и отступление для собирания сил и тому подобное. Ну наступление, то есть вы поставили перед собой цель, ну никак, ну не выжимается это все. Отступили, ну подумали, что не хватает и тому подобное, развернулись в другую сторону. Здесь как раз и идет вот эта вот тактика. То есть, допустим, вы создали профсоюз, в профсоюзе меньшинство. Большинство в ФНПРовском профсоюзе и вас не слушают. Надо войти, значит, в ФНПРовский профсоюз, создать группу, участвовать во всех этих мероприятиях в их. Войти там, ну, может быть, даже в управляющие органы. Стать инспектором по охране труда от этого профсоюза. Тем самым, допустим, вы становитесь инспектором по охране труда от ФНПРовского профсоюза. Вы состоите в комиссии автоматически, которые принимают вот эти все зачеты. То есть, сейчас наших рабочих выгоняют по банальности. То есть, вы не пройдете никогда вот эту технику безопасности или еще какую-нибудь там технику или очередную там аттестацию, аккредитацию. Соответственно, если вы находитесь в этой комиссии, то у вас уже как бы тяжеловато, а также и людей, которые вместе с вами, через вас уже по большому счету не выгнать. Следующий момент – это защита активистов. Это если вы понимаете, что вы не одни в этом городе, а у вас есть соседние организации, которые вам могут помочь, то этих организаций, оказывается, если поднять голову достаточно много, вот, допустим, Санкт-Петербург, да, вот можно прийти сюда, в РКРП, каждую субботу сюда можно приходить, и тут будут сидеть люди, которые занимаются профсоюзной работой, и они занимаются достаточно серьезно со многих заводов. Также есть выходы на те же партии, да, которые есть в нашем городе. И эти партии могут вас, допустим, сделать членом избирательной комиссии с решающим голосом. То есть на вас будет как на человека распространяться такой закон 64 со всеми гарантиями. Ну, там есть какие-то ограничения, конечно, которые возникают, но для рабочего человека, когда читаешь эти ограничения, ты понимаешь, что тебя эти ограничения вообще не касаются. То есть размещение денег в каких-то иностранных банках, о чем речь, какие-то иноагенты, что это такое. Ну, там есть, допустим, статья 29 именно гарантии для член комиссии с решающим голосом. Пункт 19 гласит следующее, что член комиссии, избирательной комиссии, участковый с решающим голосом не может быть уволен с работы по инициативе работодателя. И это все распространяется на 5 лет, пока вы член этой избирательной комиссии. То есть действие избирательной комиссии туда назначается на 5 лет, и вот 5 лет вас не может не только уволить по инициативе работодателя, но и без вашего согласия перевести на другую работу. То есть для многих перевести на другую работу – это чаще всего на низкооплачиваемую работу, на неудобный график, на неудобную смену и так далее, в неудобный коллектив для него. То есть это очень важно для многих, поэтому надо и этим пользоваться. То есть когда вы поднимаете голову и понимаете, что солидарность – такое дело большое, но опять же, вы выходите на большие рабочие организации, у них есть свои СМИ, которые распространяют информацию, это будет очень полезно для этого работника или для этого коллектива. Опять же, не надо подставляться, и весь город, и весь комбинат знает, к чему вы стремитесь, и вы вот эти вот требования, не вылезая наружу, просто ведя организационную работу, организовываясь сами, вы уже просвещаете коллектив, и коллектив к началу действий уже более-менее понимает, что возникла какая-то организация на предприятии, которая понимает, то есть которая мы сами, и которая понимает, за что борется это чаяние большинство коллектива. Ну и вот этот вот сложный вопрос, как написать коллективный договор. То есть коллективный договор – многостраничный документ, его пишут многие в течение нескольких месяцев, ничего не получается, тем более мало кто что понимает, особенно из рабочих, потому что работа есть работа, интеллигенция – это быстрее написать, и то не каждый. То есть вот если взять тех же медиков, то есть у нас здесь просто десятки тысяч в городе Санкт-Петербурге, но не можем организоваться, то есть считаемся интеллигенцией, но не можем просто даже организоваться на какой-то, вот на чуть-чуть для отставления каких-то своих прав. Совсем недавно, вот буквально неделю назад, ну получается неделю, а две недели назад прогремело, что в городской больнице номер 20 в Санкт-Петербурге, это Гастелло, если что, главный врач вывел из больницы миллиард рублей за сколько-то там лет. Ну то есть она выводила примерно по 100 миллионов из больницы. То есть эти деньги могли быть распределены коллективом между собой для увеличения заработной платы до приемлемых, но главный врач отчитывал, что средняя по больнице температура за счет этих 100 миллионов каждый год очень даже хорошо. Естественно, в отчетности все хорошо, но когда туда пришли следственные органы, выяснилось, что много подставных лиц, то есть мертвые души, на которые списывались большие деньги, квартиры везде, все везде, но получается, что медицинские работники в Гастелло не смогли организоваться для того, чтобы просто быть представительным органом. То есть, опять же, нет организации, нет понимания цели, никто не читает даже Трудовой кодекс Российской Федерации, первые, по-моему, там страниц 20 или 30 надо прочитать. Вот у меня выписка из Трудового кодекса Российской Федерации, то есть результирующая статья, то есть там написано в первых 50 статей, что требует трудовое законодательство для того, чтобы вы имели все права на предприятии. То есть вам надо создать, ну на любом предприятии, завод, там медицинское учреждение, вам надо 50% плюс один голос, чтобы эти люди проголосовали на собрание, то есть собрать это собрание и проголосовать за ту или иную организацию, которая будет именно называться представительным органом. То есть не обязательно создавать там огромную организацию, чтобы быть представительным органом. И смотрите, чего этот представительный орган имеет, 53-я статья, зачитываю, что они могут. Учет мнения представительного органа работников, случаем предусмотренным настоящим кодексом. Проведение представительным органом работникам, консультации по вопросам принятия локальных нормативных актов. Не нравится, пришли и сказали, что вам нужно именно как работникам понимать в этом локальном акте. Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающей интересы работников. Ну то есть получается любая информация, какая у вас. То есть если вы представительный орган, вам не имеют права отказать в этом. Обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесения предложений по ее совершенствованию. Обсуждение представительным органом работников плана социально-экономической организации. Дальше смотрите. Участие представительного работника в заседании коллегиального органа управления организацией, исправленном совещательному органу в учредительном документах организации. И далее, и далее. Разговор идет о следующем. Применительно к больнице номер Гастелло. То есть получается, да, представительного органа именно работников нету. Поэтому администрация вместе с карманным профсоюзом распределяла эти деньги, ну под тем законом, который можно и можно подогнать. Они там нарушили, просто она, я не буду говорить, что конкретно она переборщила, почему ее посадили, потому что рядом стоит больница, в которой примерно выводится так же, но там не делают одного маленького нюанса, о котором я сейчас не буду, естественно, говорить. Вот ее припекли, но так работают все больницы нашего города, в котором я, то есть медики, интеллигенция не может собраться, не может ничего понять, и не может понять, что от их организованности зависит в том числе и повышение зарплаты. То есть им легче работать на полторы ставки, нежели разобраться ли на две, разобраться в трудовом законодательстве, сделать представительный орган и прийти на те комиссии, на которых распределяются их деньги. То есть взять даже рабочие коллективы, да, вот допустим, есть директор, который кидает, ну он так называет, кидает вот эту подачку, допустим, на повышение зарплаты 2 миллиона. Кто эти 2 миллиона потом в коллективе распределяет? Распределяют бригадиры, сами работники в этом не участвуют. То есть, да, все идут бумаги, что это представители работников, но там специальные люди специально распределяют, ну и понятно, как эти премии распределяют. То есть люди не понимают, что законом уже дано, надо это право просто отстоять. Но даже никто не начинает вот этого шага, никто не понимает, что надо делать. Надеюсь, что кто-то послушает нашу здесь беседу и, соответственно, примет это на вооружение. Ну и вернусь к тому, что, еще раз говорю, очень сложно для многих написать коллективный договор. Я сейчас расскажу, как это сделать за 10 минут. Можно и быстрее, просто кто как работает именно на вот этой оргтехнике. Итак, есть такой фонд Рабочей Академии, и есть у него сайт Фонд Рабочей Академии, и там есть примеры коллективных договоров. Там есть коллективный договор Хороший Докеров до 2008 года, и есть также мой медицинский договор, который составлен, опять же, на примере докерского договора. То есть люди уже давно составили коллективные договоры, думали над ними. Причем не то, что там день, два, месяц, десятки лет думали, какие пункты ввести хорошие, чтобы были для всего трудового коллектива. Там вот такие, вот такенная книжка, то есть получается вот такая книжка. То есть получается, что люди уже подумали, там это все есть. Соответственно, как написать это за 10 минут? Вы берете требования, вот такие вот, всего лишь, вот я написал здесь, требования, наверное, для каждого коллектива актуальны. Вот тут вот 9 штук их. Вы берете и смотрите, ага, первое, допустим, по зарплате. Открываете в коллективном договоре докеров, что там по зарплате, и впихиваете сюда по зарплате. Меняете шапку, меняете название организации, и в дальнейшем, еще раз говорю, это докеры, да, ну как бы, понимаете, в порту работают. Вот их, я создавал коллективный договор медиков, я просто исправил, а там все остальное работник и работник. То есть там мало чего надо менять для того, чтобы получился другой договор. Но есть какая-то специфика, я понимаю. Но еще раз, основная специфика, это вот эти вот 5 требований, ну там 5, 7, 10 требований, за которые впишется весь коллектив. И вы распределяете эти 10 требований по тем позициям, которые есть уже в этом, допустим, в докерском или в моем там коллективном договоре. И все, коллективный договор готов за 10 минут. Потому что когда вы придете с коллективным договором, вот с таким вот огромным, вы придете к рабочему, он не будет это слушать, или на собрание к рабочему, он не будет это слушать все, когда вы это все дочитаете. Это можно читать, короче, неделю, этот коллективный договор, разбирать каждый пункт. А когда вы придете, что вот есть коллективный договор, в нем вот эти пункты, все остальное прицепом каждый рабочий поймет. Но для примера я скажу, что сколько надо объяснить хотя бы один пункт. То есть, допустим, у нас есть трудовой кодус Российской Федерации, статья 130 и 134. То есть, там говорится, что, во-первых, обязаны повышать зарплату. Второй момент, 134 статья говорит, что повышение реальной содержания зарплаты включает в себя индексацию. То есть, раз включает в себя индексацию, значит должно быть что-то еще. А вот это что-то еще, это как раз и есть повышение. То есть, повышение на сколько-то процентов, за что и надо бороться. Одно дело индексировать, хотя на многих предприятиях и про индексацию забыли. Одно дело проиндексировать, а второй момент еще и повысить, чтобы она повышалась. Вот этот момент для многих остается непонятным. Я приведу пример на 100 батонах. Это очень простой пример и очень понятный. Допустим, в начале года вы можете на свою зарплату купить 100 батонов. Вот это и есть реальное содержание заработной платы. 100 батонов на зарплату. И вот инфляция 1% в месяц. То есть, за год 12%. То есть, уже в первом же месяце вы можете купить только 99 батонов. Во втором месяце вы можете купить на 2 батона меньше. В третьем на 3. За 3 месяца на 6 батонов меньше. И дальше очень несложно посчитать. 12 умножить на 12 поделить на 2. Это получается 72 батона. То есть, за целый год у вас инфляция съедает 72 батона. То есть, получается, вы берете это, индексирует вам. Вы уже эти 72 батона потеряли. Вам никто их не вернет. И вот вы возвращаетесь снова на это, и снова вы в начале года можете купить 100 батонов на свою зарплату. Но при этом ничего не повышается. То есть, где реальность повышения заработной платы? Ничего не повысилось. А вам надо побороться и сказать, вот статья есть, давайте плюс 10%. Чтобы я в начале года не 100 батонов купил, а 110 батонов. Вот это и есть реальное содержание, повышение реального содержания заработной платы. И вопрос вот даже по этому моменту. А сколько раз надо индексировать-то? А получается, что индексировать надо каждый месяц. А лучше, ну как бы это тяжело достигнуть, но хотя бы поставить раз в квартал. То есть, смотрите, какая математика идет. То есть, смотрите, в первый месяц один батон, во второй месяц два, в третий три. Всего шесть. Шесть на четыре квартала, получается 24. А если один раз в год, то ты теряешь 72. 24 батона и 72. Чувствуете, да? Казалось бы, вопрос, просто индексацию, которую вам... А здесь вопрос ставить, а давайте будем индексировать раз в квартал. Итак, вот сейчас я пять минут, так как я объясняю эту не первый раз. Я надеюсь, я достаточно доступно объяснил, что такое повышение реального содержания заработной платы. У меня на это ушло вот столько времени. Представляете, сколько времени уйдет на объяснение вот этих девяти пунктов. Они тут все реальные. Вот все реальные и все такие нужные на каждом предприятии. А вот коллективный договор не объяснить вообще. Поэтому коллективный договор, проект коллективного договора отправляется во все подразделения, печатается, вывешивается на всех инновационных источниках. А работа ведется именно по этим девяти пунктам, потому что их реально. То есть ты два раза, три раза повторил, и в следующий раз уже понимаешь, где ты там что-то там путался, и уже у тебя это пойдет поскладнее. Когда опять же кто-то из ваших будет листовки распространять перед проходной. Ну сколько ты там усунул листовку, объяснил чего-то, приходи туда, туда, все, что ты там еще больше скажешь. Но если он остановится, можно на три предложения больше сказать. Но как бы на этом-то не заканчивается. Ну вот я написал здесь для каждого. Увольнение по согласованию с профсоюзом, ну первое требование. Увольнение по согласованию с профсоюзом, СТК и рабочим коллективом. То есть если что-то мне не учли, мне не уволили. А по согласованию надо согласовывать. Профсоюз против не уволит. То есть это вот о чем я говорил. Человек есть на предприятии, будет заработок, будет борьба. Нету все. Поэтому вот первым пунктом, да, требования. Второе. Повышение реального содержания. Заработная плата на индексацию плюс 10%. Только что это объяснил. Доведение окладной части заработной платы 95%. То есть взять медиков Севоложска, да, 25% или 30% зарплаты, это оклад, ну, гарантированная часть. Дальше идут какие-то премии стимулирующие. Лишил человека все. Все, жить не на что. При этом уже давно понятно и есть работа, что для того, чтобы именно стимулировать работу, и прочих, стимулировать работника достаточно 10%. Вот 10% от зарплаты. Это вообще достаточно. А дальше просто начинается просто издевательство. А все, что вот это, это просто издевательство, измывательство над работниками, над рабочими, над служащими. Оплата переработок в тройном размере. Нам, как марсистам, объяснять не надо, почему. Оплата санаторного лечения для всех членов семьи 100% стоимости путевка в ведомственном санаторий. Учет мнения профсоюза и СТК рабочего комитета по закупкам инструмента, спецодежды и обуви. Тут достаточно учета мнения, потому что, как показывает наша практика, работая в коллективах, просто вот такие вот бумажки от рабочих даже. Не то, что учет мнения органа какого-то, а просто бумажки. Нам не нужны вот такие инструменты, нам нужны такие-то. И это все подается потом куда-то к бригадиру. И они сами начинают ориентироваться, и появляется нормальный диалог. Мало как, ну, всем нужна произведительность труда. Если уж рабочий понимает, что нужны эти, то, скорее всего, идут вот такие закупки. То есть против этого даже начальство особо не идет. Участие в комиссиях по распределению стимулирующих, о чем я говорил. То есть если вы в управляющих органах, ну, становитесь людьми в управляющих органах, то, соответственно, вы участвуете в этом, участвуете в своей жизни, а не отстраняетесь. Это очень важно. Допуск уполномоченных по охране труда от профсоюза СТК комитета во все подразделения и организации в любое время. Ну, то есть если вас не увольняют, у вас есть допуск. Ну, если у вас есть первый пункт увольнения по согласованию с профсоюзом, и есть уполномоченные, которые этим защищены, ходят по этому договору, по любым. Все, вы по большому счету владеете предприятием. Вы можете прийти на любой рабочий месяц и составить акт, о котором я говорил. То есть вот оно, перерастание просто обычной работы профсоюзного, любого профсоюзного органа, уже по большому счету на изменения, именно к улучшению атмосферы, вообще труда, условий труда на том или ином предприятии. Продолжительность рабочей смены 7 часов при 5-дневной рабочей неделе. И вот это тоже реальная вещь, потому что конкретно сейчас очень важно упускает многие, ну, многие организации упускают именно специальную оценку условий труда. То есть работодатель, если производство будет вредное или опасное, оно должно отчислять большие деньги, соответственно, в социальные фонды, больше налог с него берут. Поэтому, естественно, они подкупают эти организации, по-другому это не сказать, которые проводят специальные условия оценку труда. И любая организация, даже с вредными производствами, после такой спецоценки, без учета тех или иных вредностей, соответственно, становится курортом. То есть люди приходят в опасное производство отдыхать на курорт и поправлять здоровье. Почему так происходит? Допустим, у этих организаций, которые проводят, у них свои лицензии, но они говорят следующее. Ну, подождите, нас заказали, мы пришли, нам показали, какие у них это. Вот должностные обязанности, да, вот вредности, которые выставил ваш профсоюз и администрация. Профсоюз под администрацией у них, в принципе, одни и те же. То есть это и это, получается, выводится, не учитывается, куда надо, не приходит, соответственно, не измеряют. Рабочие отодвинутые или служащие, или там, допустим, наши медики, отодвинутые от спецоценки, что-то там происходит, они не понимают, что происходит, на этом не обращают никакого внимания. И получается вот этот замкнутый круг. То есть рабочие не участвуют, они не говорят, какие у них вредности или что они думают об этом вредности. И в конечном итоге на производстве вредность 2,0. И когда люди получают вредности, ну там все эти шлифовальщики, металлурги, шахтеры, все этими схоблами, в дальнейшем именно врачебной комиссии профпатологу очень тяжело связать его заболевание с рабочим местом, потому что идет запрос, приходит аттестация рабочего места, а там никаких вредностей нет. Ну и как бы показывает, ну смотри, ты работал на предприятии, вот у тебя здесь 2,0, вредности нет, я не могу твое хобл связать с рабочим местом. А раз не связывается, соответственно, ты не можешь получить, ну нет связи болезни с вредностью, соответственно, ты не будешь получать доплаты по вредности к своей пенсии. Они достаточно большие, то есть там идет кратность 10, то есть 10, 20, 30, 40, 50, в зависимости от утраты здоровья. И это от среднего заработка, то есть если ты получал, допустим, 70 и 50 процентов, то есть к своей пенсии ты еще получишь дополнительно 35 тысяч, а это достаточно много, и за это стоит побороться. А для этого надо всего лишь, чтобы знать, что происходит соут, понимать, что соут должно проводиться раз в 5 лет, прийти и предъявить, вот у меня это есть на рабочем месте. Вот. Ну, еще раз коротко о тактике, да, то есть создается коллектив, который избирает, не надо откидывать никакую форму для того, чтобы изобретать, ну тактику именно организовывать. И планируете тактику, должно быть все в плане, то есть у вас должен план, который вы должны исполнять, должны быть собрания, которые контролируют исполнение этого плана. Вы идете по нескольким направлениям, создаете свой профсоюз, создаете Совет Трудового Коллектива, то есть это такая форма, которая привлекает всех и не такая опасная, как кажется, для работодателя. Третий момент, участвуйте в ФНПРовском профсоюзе, чтобы в какой-то момент задвинуть, либо быть на лидирующих там позициях, потому что у нас есть опыт в профсоюзе действия, когда профсоюз действия возглавляет один человек, а профсоюз в ФНПР возглавляет его супруга. И получается у нас очень хороший симбиоз, и мы всего добиваемся. Единственное, это все чухается буквально в первую же профсоюзную кампанию, и потом приезжает верхний профсоюз и переизбирает, но они знают, как это делать, как смещать этих людей, которые начинают сотрудничать с коллективом, чтобы поставить под управление именно администрации. И в дальнейшем понятные требования, они доводятся, не раскрываясь, ну даже если раскрываясь, соответственно, через свои печатные какие-то органы в каких-то мессенджерах, ну и проводятся кампании. Ну и вот перейдем как раз к тому, чему добились водители на скорой медицинской помощи, то есть им выплатили в этом месяце, ну в конце этого и в конце того, на сентября и в начале этого месяца, выплатили дополнительные деньги, которые они выплачивались в количестве на предприятии 1,8 млрд. То есть рабочие получили от 200 до миллиона каждый, и сейчас им пересчитали еще пени, которые они потеряли за это время, еще пришло от 80 до 100 тысяч именно дополнительные вот эти пересчеты отпускных, пени и все остальное. То есть при зарплате их где-то в районе 60, средняя зарплата 60. Это им за два года пересчитали, сколько они там наперерабатывали. Все было так же сделано, то есть собралось небольшое, не буду говорить сколько, это не нужно для этого, небольшая кучка людей, которые сказали, что мы могучая куча, и мы как бы здесь пришли не, ну как бы они и сами пришли уже на это предприятие не для того, чтобы деньги зарабатывать. Они там с высшим образованием, у них есть какие-то свои дела, но они пришли именно помогать. А тут такое, просто разваливают скорую помощь Санкт-Петербурга, и они как бы сказали, а мы не будем в стране от этого находиться, мы будем бороться. Они пообещали друг другу бороться до конца. Мы провели сразу же с ними, недолго раскачиваясь, организовались в профсоюз, то есть не было там ковыряния в носу, и я сказал, надо прямо сейчас организовываться, и не надо развозить это все надолго. То есть вот мы собрались, все, называемся так-то, так-то, по таким-то принципам, обговорили принципы, то есть каждый сказал, что он, ну как бы, такие-то принципы, и я предложил. Вот, они сказали, да, мы так же понимаем эти принципы, то есть еще важно сказать, спросить у человека, а что ты-то понимаешь под этим принципом, потому что там равноправие, у каждого свое там в голове. Начинаешь с равноправия, или там дружбе говорить, или там уважение. У кого-то друг друга матом крыть, это как бы, ну так нормально, это обычное дело, да, а для кого-то нет. Но я к тому, что это тоже надо в принципе говорить. Был составлен план, и поставлены конкретные достижимые цели, то есть цель очень простая была, у нас в нашем профсоюзе есть победы именно в судах, где водители уже это отыгрывали. И они уже не то, что сами придумывали какой-то велосипед, изобретали, они взяли уже готовые материалы, стали с этим материалом накатывать по тому, как, ну, с этим вот уже наработками профсоюза они шли, им было по этому легко. Ну, естественно, на них сразу стали накатывать, но так как они уже знали о своих должностных обязанностях, почитали свой трудовой договор, они все это выполняли. Да, их поставили сразу же, это надо понимать, в неудобный график, в неудобную смену, перевели на другую станцию, и они на это были готовы, это все было обговорено с самого начала, и они продолжали эту борьбу. Соответственно, цель была понятная, достижимая, добиться, и в досудебном порядке Государственная инспекция труда сделала предписание, и водителям заплатили. То есть, Государственная инспекция труда была 12 августа этого года, и через полтора месяца выплаты поступили водителям на карточки. На данный момент на этом предприятии идет СОУД, ко мне обратилась эта первичка, попросила поучаствовать в СОУД в плане хотя бы информационной поддержки, то есть это тоже очень важно, информационная поддержка. То есть, я сторонняя организация, пусть я работаю в этой же организации, эти водители я знаю многих, просто я с ними работаю, но в то же время на меня не распространяется тот пресс, который возникает на них. И я могу достаточно свободно рассказывать о том, что такое СОУД, на что надо обратить внимание, и вот ролик я записал, я не знал, будут ли это смотреть, записал на 45 минут, за 2 дня 5000 просмотров. То есть, у нас так, ну как бы ролики мои так особо не смотрят, то есть это настолько важная тема, и это все стало распространяться именно по всей России, потому что я смотрю, кто там начинает, ну как бы раскидывать по группам. То есть, получается, это зацепило всю Россию, и сразу же посыпались вопросы, второй материал я по этому СОУД написал именно заявление в комиссию по СОУД. Я водитель такой-то машины, ну условно, пример, имею в виду, что у меня за вредности, и дальше вот такая бумага о том, какие вредности, чтобы у них там, у них СОУД сделано 2.0 в прошлом году. Это мне очередной СОУД, и мы хотим сделать 3.4. Почему 3.4? То есть, по биологическому фактору, который не учитывался, это 3.3 у нас, потому что у нас туберкулез, гепатит, в том числе и водители в этом могут заразиться, потому что, когда мы оказываем помощь, ну вы иногда видите аварии, а мы-то в них участвуем. То есть, когда этот салон открываешь, и водитель достает его пациента на носилках, то там понятно, что салон в крови, ротных массах, то есть, может пациент, ну и сам водитель заразиться. Плюс вот эти тяжести, ну и вы понимаете, что сам по себе транспортное средство по статье Гражданского кодекса 1079 является опасным. И плюс он с мигалками и сиренами едет. Ну, то есть, источником опасности является уже по закону. И плюс ему приходится включать здесь мигалки сирены, спецсигналы, еще и нарушать те правила дорожного движения, которые и соблюдая их, все равно куда-то все впилишься, да, там. И вот этих фотографий можно в сети открыть, скорая помощь, авария, вывалиться в Санкт-Петербурге. Сколько аварий этих приходится. Вот даже вот комичный эпизод с моей бригадой, да, произошел. Представляете, черта города. Я еду на машине, ну мы едем бригадой на вызов. С мигалками, все дела. На нас выскакивает кабан. Вот с такими глазами вообще не среагировать. Хлобыся бампер нам в крошку разбивает. Ну сбоку там. Кабан. Не говоря уже о других этих приключениях, когда там и бригады как бы уезжают в больницу в полном составе, потому что у нас такие за рулем люди. И вот я прихожу на вызов и спрашиваю, ну там опрашиваешь пациента такой, а почему у вас вот такая дозировка сильнодействующего препарата прописана, а вы в два раза меньше принимаете. Доктор, не могу вот эту дозировку пить. А почему? А я засыпаю за рулем. То есть он находится в таком состоянии, когда принимает такие препараты, ему нельзя с этим рассадиться за рулем, но он снижает дозировку и все равно засыпает и едет. Или же что случилось? Вот у меня мой муж сейчас ремонтировал квартиру в двух километрах. Что-то потерялся и потом сел за руль и где-то два часа ездил. То есть он потерялся, не понимал, где находится, заблудился в собственном районе, в котором живет 40 лет и ездил где-то на машину. Да соблюдай ты, не соблюдай. Все равно будет авария, понимаете. И этих аварий у нас, особенно когда со спецсигналами. И это неустранимый фактор. Соответственно, это 3,4. Не может быть на скорую водителя 3,2. 45 минут ролик популярный. Сейчас мы написали, какую вот эту вот бумажку должен будет написать водитель от себя, если не побоится. Но водитель побоится, это не важно. Есть профсоюз, есть ячейка профсоюз действия, которая на стороне родителей. И там такой Марохин, который возглавляет ФНПРский профсоюз, который подписывался по 2,0. И из вредных факторов он только мог придумать локальную вибрацию, общую вибрацию, какой-то химический фактор. И напряженность. И все на 2,0. Я не знаю, как это водитель скорой на 2,0. Представляете, водитель скорой на 2,0 напряженность. Вот ты едешь, 40 градусов жара, 300 километров по городу за сутки наезжаешь. Проезжаешь там 500 светофоров. Иногда приходится, ну понятно, со спецсигналами ехать ночью. У нас этих аварий, вот мы тут просто ехали, стоит какая-то летучка, там вот эти вот провода. Но мы-то почему понимаем, что они это? Ночь не видно, никаких ограничений нет. Стоит летучка этих трамваев. Мы едем, хлобысь у нас отрывает эту мигалку наверху. Выясняется, вот этот провод лежит. Но висел вот так мы мигалкой достали. В чем мы виноваты? Это нельзя предотвратить. Это вот так будет постоянно. Но это вот человеческий фактор, никуда от этого не деться. Поэтому не может быть у водителя. И сейчас мы ведем работу. То есть им выплатили одну выплаты. Мы будем также ходатайствовать о выплатах. И народ увидел эти победы. Опять же, да, это тактически. То есть мы достигаем того, что можно достигнуть. Мы понимаем в профсоюзном действии, что это легко достижимые цели. И они волнуют весь коллектив. И уже видно, что вот этот профсоюз за работников. Вот этот профсоюз неизвестно, чем занимался. Столько времени, который говорил. Знаете, такие мазы у того профсоюза. Вы знаете, настолько 30%. Мы ничего не можем сделать. Вообще ничего. Ну как-то ничего. Ты открой кодекс. За тебя не надо быть там 30-50%. За тебя можно проголосовать. Просто собрание проведите. И все вы сделаете. Получается, 600 человек сдавали по 600 на 12. Это сколько? По 72 тысячи. Ой, по 7 тысяч каждый год. 5 лет. Ну понятно, да? Каждый год они 600 человек по 7 тысяч сдают. Просто неимоверные суммы. Сколько стоит юрист, чтобы его нанять. И ваши там требования ставят в суде. Даже таким образом. Ну ясно, что это профсоюз. И вот получается, не работает. Получается. Вот есть наш профсоюз. Есть другой профсоюз. Получается противопоставление. Но без этого сейчас никуда. То есть там верхушка вся под работодателем. Ну и сейчас тактика просто вот. Вот простые, понятные для всех победы организовывать. Сейчас мы боремся за соут. Чтобы у нас было не 2,0, а хотя бы 3,2 минимум. Так-то поставили цель 3,4. Чтобы платили за вредность. Платили, выдавали молоко. Появился отпуск дополнительно не менее 10 суток для водителей, которых лишили. Причем вот этот профсоюз выходил каждый год. Мы возвратим вам 3 каких-то дня. То есть их лишили 17 дней отпуска. И все борется за 3 дня отпуска уже не один год. Наняли бы этого юриста за 30 тысяч в месяц. Уже бы давно бы все отбили. Понятно, в чьих интересах. Так что да. Спасибо большое. Вот так вот все на данный момент обстоит дело. Такой вопрос поступил. Насколько эффективно для профсоюзных активистов в качестве запрета защиты от увольнения избрание руководителей правкома по очереди? Статья 374. Используется это, нет? Настолько сейчас, ну именно в моем профсоюзе, настолько мелкие организации. И чаще всего, о чем я говорю, профсоюз одного человека, что чаще всего мы до этого еще и не доросли. То есть мы, в принципе, как вся страна в начале этого движения. Но и готовясь к этой лекции, я посмотрел фотографии. То есть там собирается какой-то профсоюз ФНПРовский. Ну не ФНПРовский, там какой-то... Ну короче, профсоюз собирается. Вот эти вот все лидеры профсоюза стоят. Их там много, наверное, человек 70. Все на одной фотографии уместились. Здесь средний возраст, наверное, от 60 лет. То есть в этих профсоюзах ФНПРовских, понятно, там закостенелые такие ребята, которые наверх никого не пускают. С советских времен там находятся. И вряд ли кого в ближайшее время пустят. Только основных деятелей. Ну а в принципе, конечно, то есть ротация должна быть. И так скажу, что лучше, чтобы был не один председатель, были сопредседатели. Нагрузка должна распределяться. И когда ты именно организация, ты понимаешь, что именно вот эта вот ротация, именно распределение обязанностей, взаимопомощь, она очень важна. Потому что работа, семья, какое-то твое увлечение на профсоюз времени не остается. Если профсоюз начинает занимать у тебя все время вместо семьи, и вместо семьи твоих каких-то, ну то, что ты тратил свободное время на свое развитие, получается все вот эти перекосы ненормальные, начинаются трения в семье в той же. Выступающих нету. Вам заключительное слово. Да, заключительное слово следующее. Очень все понятно. Из лекции делаем простой вывод. Что только организованные работники могут чего-то добиться. Когда есть поддержка в коллективе, ну в своем даже маленьком, поддержка в семье, понимание конкретных целей и понимание тактики, что надо не только наступать постоянно, но наступать-отступать, собирать силы и снова наступать. И все у вас получится, как у водителей скорой помощи, вот сейчас. То есть я думаю, что мы СОУ-3 и 4 в ближайшее время и сделаем. Ну что, спасибо, Григорий Вячеславович. На этой позитивной ноте мы заканчиваем вашу лекцию. Так, встречаемся в следующий четверг. Тема занятия «Экономический фундамент победы в СВО». В Денеции читает кандидат экономических нового Галко. Спасибо, до свидания. В Денеции читает кандидат «Экономический фундамент победы в СВО».